Несколько месяцев глава района Алексей Валов не проводил на Загорянке личный прием жителей. Приехал при новом руководителе администрации. Михаил Горботенков уже достаточно вник в ситуацию, но многие проблемы без помощи сверху не решить. И главная причина – у Загорянки самый скудный в Щелковском районе бюджет. Средств не хватает и на элементарные вопросы жизнеобеспечения, и на софинансирование программ. Многие пришли с жалобами на содержание дорог, как летом, так и зимой. Попросили сделать тротуар на улице Валентиновской, где ходит автобус. Областные дороги в ведении компании «Мосавтодор». Я веду, как говорится, диалог с «Мосавтодором». Первый, первоначальный этап, он делает тротуар на «Мосавтодорской». То есть там «Мосавтодор», я лично с ними выезжал, они уже одобрили. На улице Ватутина установили искусственные дорожные неровности лежачих полицейских. Теперь пришла коллективная жалоба на шум. Представители инициативной группы пригласили для рассмотрения вопроса на районную комиссию по безопасности дорожного движения. В Загорянке многие проблемы наслаиваются одна на другую, и решать их надо в комплексе. Вот лишь один из примеров. Жительница поселка пожаловалась на плохое качество воды, хотя осенью прошлого года в этом районе реконструировали ВЗУ и станцию обезжелезивания. Улица 40 лет октября 19. Не успеваем. Там нет станции обезжелезья? Нет, 40 лет октября – это как раз зона влияния как раз Льва Толстого. Вот мы две станции поставили. Вот ту, которая открывалась, промышленная, это как раз северная часть. А почему тогда на ресурс жалуются? Вода грязная. В сети. В сети. В сети. В сети. В сети. В сети. В сети замечательные, а сети их не меняли с десятилетиями. То есть сеть промыть надо? Ну, конечно. Или промыть, или уже менять. Вообще по водоснабжению поступила целая серия вопросов. Например, в деревне Оболдина вообще нет воды. При одном из бывших глав территорию вокруг бесконтрольно застроили коттеджами, нарушив систему водоснабжения. Алексей Валов поручил найти техническую документацию. И если водопровод был, надо попытаться восстановить. А еще жителей Оболдина беспокоит количество мусора, который выбрасывается на дороге новыми загорянскими дачниками. Сами-то они договоры на вывоз отходов дисциплинированно заключили. Глава района распорядился провести совещание с руководителями коттеджных поселков. На личный контроль Алексей Валов взял жалобу жителей дома 34 по улице Орджоникидзе. При включении в программу капитального ремонта и выполнении работ на внутренних инженерных сетях, по непонятной причине не была отремонтирована система горячего водоснабжения. Также в ответ на поступившие обращения глава поручил предусмотреть на следующий год очистку пруда в Оболдине, войти в госпрограмму и построить котельную в городке ЖДВ. Лично запланировал выехать на территорию дома отдыха Соколовский, которая после банкротства последнего владельца брошена и зарастает мусором. Жители предлагают сделать ее особо охраняемой природной территорией. Водоснабжение, уличное освещение, содержание дорог, формирование зон отдыха. Много вопросов накопилось на загорянке. Решить их можно совместными усилиями властей поселения и руководства Челковского района. Практически все вопросы поставлены на контроль. Они практически все, а самое главное, это решаемые. За исключением таких, которым уже по 30 лет и так далее. Конечно же, замечательная практика, когда глава района приглашает на личное собеседование, тем более по таким вопросам, которые местная администрация решить не может. Будем работать, соответственно, подберем документы, сформируем пакет этих документов и часть вынесем на комиссию по безопасности дорожного движения, там, где остро стоит вопрос, услугу Бурати ДН. Часть соберем документы для того, чтобы попробовать представить квартиру ветерану, который потерял здоровье при выполнении боевых задач на военной службе. То есть, все как бы такое рабочее и обязательно к исполнению. Госпрограммы включим дополнительные работы по обеспечению прокладки инженерных сетей водоснабжения. А вот то, чтобы прочистить, конечно же, все эти водоснабжения, вот, видите, это вот до канала поставим задачи. Ирина Микеда, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».